Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии ведущие Роман Шахов, Лиза Калинина и наш гость. Сегодня у нас необычный такой разговор, очень интересный. Диджей Рустам у нас в эфире. Рустам, привет. Привет. Привет, страна. Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришел. Мы, как обыватели, будем, во-первых, изучать твою, ну, работу, наверное, профессию, потому что всегда очень интересно. Это не работа, все-таки, мне кажется. Ну, тем не менее. Я не смотрю на нее, как на работу. Впереди много у тебя событий. Ты будешь выступать в России. Давай сразу закинем удочку, где, во-первых, Хайкл Фьючер уже скоро. Да, например, самое главное в ближайшее время, которое будет выступление, будет на фестивале Present Perfect в Санкт-Петербурге 28 и 29 июля. Там очень крутой международный лайнап, очень прогрессивный, очень много такой современной, экспериментальной, яркой музыки. И я, соответственно, там буду среди тоже отличных и как отечественных, так и иностранных артистов представлять Берн Резиденси. Так. Во сколько сет у тебя примерно? О, вот это я еще, кстати, не знаю, но 28 числа он. И Альфа Фьючер. Да, и следующий большой массивный ивент, наш уже практически народный, как техно-нашествие уже, не побоюсь этого слова, такое событие. Альфа Фьючер, который пройдет в Нижнем с 10 по 12 августа. Так что ждем, ждем, народ собирается. И с нетерпением, это все-таки большие события, и я чаще играю в клубах, поэтому для меня всегда интересно выйти на более крупные площадки и попробовать себя там перед несколькими тысячами людей. Всегда прикольно. Как вообще развивается эта музыка, расскажи, насколько она прогрессирует? Ну, сейчас везде рэп, например, музыка, а вот эта музыка, она как-то идет своей... Дорогой. Дорогой, да, и мы не всегда знаем, что там, какие тренды и так далее. Ну, хаос и техно, да, это всегда был, в некотором смысле, не повысить это слово, андерграундной музыкой, хотя в какой-то момент, там, в 90-х она даже вышла на поверхность, да, был такой момент, когда все артисты имели необходимость иметь там техно-ремиксы, и диджей-грув, облака было на каждом там радиоканале и так далее. Но в целом мне, на самом деле, даже больше нравится, что это не такой мейнстрим, это все-таки... Иначе я не был бы таким крутым. Молодец. И таким скромным, да. Правильно. Расскажи, как ты... Благодаря чему ты пришел в эту музыку? Кому? Как ты получил? Я пришел в эту музыку очень просто. Я переехал в Америку в 93-м году, вместе со своей мамой, которая у меня ученая, ее позвали туда работать. Ну, учился, поступил в университет в городе Чикаго, а Чикаго — это родина хаос-музыки, вообще она была запретена там, в 80-е, в глубокие. И там я, соответственно, попал на первое мероприятие, и очень сильно повредил у меня это большое впечатление. И, соответственно, в один прекрасный день я решил, что мне хочется это попробовать. Я одолжил у друга старые вертушки, десяточек потертых пластинок, и у себя в доме мы закатили студенческую вечеринку. Я безбожно играл, у меня все не сводилось, прыгало, ломалось. Это было, наверное, самое тридцатное выступление за всю жизнь. Но именно атмосфера и драйв, и отзывы людей на танцполе танцующих, какие-то прикольные треки меня очень сильно вдохновило, и с тех пор от не могу остановиться. То есть, по сути, тебя никто не учил? Ты сам пробовал? Да, да, я, как многие вещи в своей жизни, я сперва соврал, что я их умею делать, а потом в процессе научился. Что сказала мама? Мама до сих пор не понимает, я присылаю там всякие разные видео. Мама у меня серьезный ученый, доктор наук. В какой отрасли? В химии, из Менделеевского института. И у меня все, в принципе, в семье. Там ученые, инженеры, такая настоящая серьезная советская семья. Я до сих пор не понимаю, чем я занимаюсь, но вроде как уже смирились с этим после 16 лет. Ну нормально, уже, во-первых, такие успехи уже собираешь тысячи и тысячи. Ну дай бог, дай бог. Надеюсь, да, поняли. Друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся и поговорим дальше о музыке. Итак, друзья, мы продолжаем. Роман Шахов, Лиза Калинина в студии. У нас в гостях сегодня диджей Рустам. Поняли, как заразился музыкой, все перебирал, и методом проб и ошибок нашел свое. Вот знаешь, что интересно? Мы часто артистам, которые к нам приходят в разных жанрах, задаем вопрос. Вот сейчас, когда так развитый интернет, вообще все стало открыть тей, проще или сложнее пробиваться, или замыливается как бы вкус, взгляд? Ты нащупываешь истину, потому что действительно... Столько всего? Раньше была нехватка всего этого. Мы там бились за пластинки, ездили в соседние города. Я помню, когда я живу в Петербурге, нужно было ездить в Хельсинки, чтобы там последние пластинки... Все было сложно. И мне всегда казалось, что с развитием интернета и вот с доступностью, да, сейчас можно скачать любую вещь, там, трафик летает мгновенно, и мне казалось, что наоборот повлечился бы некий бум, да, что все наоборот станет круче, больше, а на самом деле все именно размылось, и как-то все стало слишком широко доступным, и при этом девальвировалось в некотором смысле, потому что как-то вот нету некого вот этого ощущения эксклюзива или находки более-менее. Поэтому и, опять же, технологии, про которые мы вот говорили в паузе, позволяют сейчас... Ну, значит, на айфоне, в принципе, можно что-то сделать. Да, любому человеку, любой обезьянке с айфоном или там с компьютером сводить два трека совершенно легко. Сейчас нет никакого в этом секрета, нет никакой в этом мистики, в этом диджестве. Это очень просто сейчас. Вот, поэтому сейчас важнее другие элементы. Сейчас важнее, например, там, личность человека, важнее его сама музыка, которую он пишет, важнее, что он из себя представляет. То есть сейчас надо быть таким... Ну, некоторой личностью, которая что-то несет в массы, а не просто там человеком, который свой пластинки, потому что, как вы знаете, диджеев тысячи просто, тысячи-тысячи. Ну вот как, смотри, люди приходят, да, как они определят, где хороший диджей, и где диджей так себе? На слух, конечно же на слух, когда у тебя полное танцпол, все танцуют, и при этом ты не играешь какие-нибудь заурядные хиты, которые уже там все мастерчертили, а именно играешь какую-то современную, прогрессивную, яркую музыку, при этом ее люди, может быть, никогда не слышали, но она их заставляет танцевать. Вот это, мне кажется, истинный успех. Откуда она начинается, современная прогрессивная музыка? Откуда идет эта волна, понимаешь? С этим тоже есть некоторые проблемы, потому что когда вот вообще эти жанры хаос и техно создавались в 25-90-х, они создавались ребятами, которые пытались изобразить музыку будущего некоторую, такую танцевальную музыку будущего. А сейчас в этих жанрах очень много с самоповторением. Много раз было так, что сейчас модно возвращать какие-то приемы из 90-х, такой вот хаос из 90-х. То есть она очень цикличная по своей форме, и как раз мне сейчас немножко не хватает опять вот этого мышления о будущем. Слушай, а вот еще всегда интересно было, когда толпа смотрит на диджея, все там, хочется поймать его взгляд, ты видишь на самом деле аудиторию или нет? Я вот больше стараюсь. Ты выделяешь людей? Я в последнее время стараюсь больше с этим делать. Раньше я вообще очень много смотрел просто в самооборудование, как-то занимался именно процессом сведения. А сейчас я понимаю, что очень важен, конечно же, визуальный контакт, важно понимать, что происходит, при этом там, кто, о, он, он в баре. А почему вот этот сидит, а вот ей явно нравится и так далее. Поэтому да, это важная часть диджеяства, и надо об этом не забывать, я сам себе напоминаю. Просто всегда ловят, я вот смотрю, ловят люди, ваш взгляд, но чтобы ты как виси... Иногда это даже напрягает чуть-чуть, потому что столько, когда... Да, когда столько в глаз впиваются в тебя, да. Но надо, это работа такая. На виниле играют сейчас? Насколько это популярно, расскажи. Да, винил очень сделал серьезный такой камбэк, возвращение. В последние пару лет впервые продажи винила опять опередили, там, продажи некоторых даже цифровых носителей, чтобы не было с 90-х такого. Винил это очень важно, это очень круто. Я играю на виниле. Помимо эстетического удовольствия и тактильного, очень много крутых пластинок сейчас выходит только на виниле, например, ограниченным количеством. Там тысяча штук и всего. Их нету в цифре, их не скачать в интернете. И поэтому винил продает еще некую эксклюзивность твоему сету, потому что ты можешь играть оригинальную музыку. Тем ребятам, которые хотели бы, например, начать вот заниматься диджейингом, что ты посоветуешь? Программу скачать или купить сразу две вертушки? Я посоветую развивать свой музыкальный вкус, во-первых. А во-вторых, впиться в историю самой этой музыки. Потому что если ты не знаешь всю эту историю, как все было в 80-е, 90-е, как развивались разные жанры, какие были их создатели, лейблы и так далее, то ты совершенно не можешь понимать, за какие-то стили и пытаются выдавать их за новых, при этом не понимаешь, что на самом деле все это было в 88-м, а это уже переваренные версии. А если ты все знаешь, эту историю, культуру, то гораздо легче смотреть в будущее. У нас сейчас небольшая пауза, друзья, и мы вернемся, оставайтесь с нами. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ, и если вам родители говорят, иди в музыкальную школу, поверь мне, даже если ты станешь диджеем, тебе понадобится музыкальная школа. И вот в этом как раз мы сегодня увидели с диджеем Рустамом в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Который учился играть на фортепиано. Факт, хотя очень хотелось в это время футбол с ребятами гонять. Я не видела это все очень сильно, меня из-под палки заставляли, но потом уже в взрослом возрасте уже сказал маме спасибо, конечно же, за это. Потому что все пригодилось. Очень сильно. Вот. Слушай, какая сейчас вообще в России обстановка? Что ты можешь сказать про, ну, что у нас происходит, какая тенденция сейчас? Ну, в целом, как бы, есть и хорошие, и плохие стороны, например. Начну с плохих. Давай. И начну с Москвы, которая мне ближе, и в которой я там родился, вырос, и много там делал всяких мероприятий, выступал. В Москве, к сожалению, по-своему, немножко стало погрустнее с именно клубами, потому что раньше, там, пять-шесть лет назад, когда была открыта Арма, там, Джипси функционировал полностью. Правда, в каждые выходные было шесть-семь клубов, которые самую разную программу представляли в рамках Хаоса и Техно, и можно было на любой вкус пойти на вечеринки. Сейчас у нас буквально там Газгольдер, Бессонница и полтора клуба, которые делают что-то на регулярной основе. Кстати, в Газгольдере у тебя будет, по-моему, что-то, да? Да, в Газгольдере я в эту пятницу еще, в Стадиуме я в эту пятницу насыщенная неделя в Москве. И в Питере, по-моему, там у тебя есть мероприятие. В Питере, да, попозже. Ну, так вот, для такого огромного, большого, красивого города, как Москва, многомиллионного, где столько много людей любят разную музыку, мне кажется, это не совсем правильная ситуация. Нужно больше разных хороших клубов. А из хорошего отмечу, что появились очень много хороших промоутеров, которые теперь делают всякие независимые вечеринки за рамках клубов. Например, вот хотелось бы отметить ребят из Системы 108, которые как раз на Alpha Future People фестивале будут делать свою отдельную сцену, где будет выступать один из моих любимых техноартистов из Берлина, Бен Клок. Всем рекомендую очень посетить это. Вот. И есть всякие другие прикольные ребята. Они берут интересные локации, ставят декорации, крутой свет, звук, и делают очень приятные яркие рейвы, за которые не стыдно вообще во всем мире. И которые потом там в Инстаграме, в Фейсбуке перепостятся там буквально везде. Очень круто. Убирает обороты. Так что есть над чем работает, но есть чем гордиться. Слушай, ну а в Штатах как с этим? В Штатах по-разному. Штаты, как всегда, как с многой музыкой было. В Штатах, например, тот же House of Techno там изобрели, но Европа из него сделала индустрию. Также было там с джазом, также было много с кем. Штаты всегда немножко в этом плане странная страна. Все равно мейнстримы это рэп, и там поп-музыка и так далее. House of Techno присутствуют, и есть клубы, есть большие фестивали, но на больших фестивалях все равно выступают более там мейнстримовые и трансовые артисты, там типа какого-нибудь Тиеста, Дэвид Гетто, что-нибудь такое. Это совсем уже коммерция в принципе в нашем жанре. А из маленьких клубов не так все сильно развито, но при этом в каждом городе два-три солидных клуба есть, где ты можешь хорошо потенцировать. А кто сейчас создает тренд? Да я имею в виду страна. Вот что, где сейчас все это рождается? Ну смотря по какому жанре мы говорим. Ну вот, в моих жанрах, например, всегда... Ну сейчас, например, лидирует Латинская Америка, очень интересные всякие пошли оттуда артисты, до этого там была румынская волна у нас, ну и немцы всегда очень стабильно в техно выступают, выступали, будут выступать, о них это очень основной жанр, например. Все по-разному на самом деле. Сейчас такая глобализация везде, что нет такого отдельного движения, откуда много интересных артистов от Японии до Чили буквально, и все классные. Японская техно, это тоже на уровне. Очень круто сейчас, очень серьезные японские ребята, они очень такие все, очень углубляются, ну как и настоящие японцы, они очень подходят серьезно, кроптят, достают какие-то там невероятные пластинки, которые никто никогда не слышал, играет их по-своему, по-особенному, поэтому... Вот, например, в Вьетнаме мы делали фестиваль-эпизод, в маке которого я сижу сейчас, в этом году уже будет третий выпуск этого фестиваля, он проходит в январе, я его музыкальный директор был в том году, вот, и вот там, например, огромная сцена тоже развивается, и в скором будущем Вьетнам, говорят, там переплюнет даже Китай в своем развитии. Круто. Самые безбашенные фестивали такие, отрыв, где вот в каких странах? Ну, наверное, Sunwaves в Румынии есть такой знаменитый легендарный фестиваль, который происходит на пляже Черного моря в Румынии, туда сейчас съезжает какое-то невероятное, он начался там очень маленьким, буквально там тысячи друзей собралась там 10 лет назад, а сейчас я не знаю, сколько, я уже даже с течняю сказать, может, 15 тысяч человек приезжает, и там не прекращается музыка нон-стопом, на трех сценах вообще не прекращается, и со среды ночи, в этот раз уже было до вторника ночи, следующая, просто бесконечная музыка, и можно, главное, успевать поспать, поесть на какой-то момент. А есть люди, которые это делают? Ну, я, не все, конечно, но это зря, потому что здоровье и сон очень важно, а если, мне кажется, три дня не спать, то музыка в какой-то момент будет сливаться уже вообще воедино. Фантастика. Но очень крутое место, там декаданс. Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся, друзья. Мы тоже тусим, друзья, страна FM, и у нас по-прежнему диджей Рустам. Интересно вот что, все равно ассоциация с твоей работой, с клубной жизнью, такая, что у тебя бесконечная туса, что ты только что проснулся. Да, 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 работа ночная, как ни крути, много алкоголя. Крайне вредно для здоровья и все это. Крайне вредно. Вот, красивных девчонок и так далее. Но тем не менее, вот как это все выдержит столько лет в этом бизнесе? Как быть долгожителем диджеев? Еще так выглядеть свеженько. Ну вот я вот годик, как открыл для себя спорт, муай-тай, и он очень сильно изменил мою жизнь. И я, кстати, заметил сейчас такой большой тренд. У меня многие коллеги-диджеи поняли наконец-то, что здоровечка не хватает. Нельзя много лет просто терять себя каждые выходные и расплескиваться своим здоровьем просто налево и направо. И сейчас поняли, что сон, правильное питание, может быть, не выпивать каждые выходные, хотя бы через выходные и так далее. Это очень важно. И я так этот тренд вижу, и мне очень нравится, потому что это круто. Хочется долго этим заниматься, хочется при этом еще и жить подольше и функционировать как нормальный член общества. Хороший здесь этого слова. Поэтому вот муай-тай изменил мою жизнь. Я крайне рекомендую всем своим тоже друзьям, потеряшкам, диджеям тоже немножко хотя бы разбавлять эту веселую жизнь чем-то здоровым. таким режимом. Смотреть, как здорово. Можно, например, и секьюрити помочь с такими науками. Слушай, а тусить-то аудиторию можно так? Трезво? Нужно, конечно. Не, ну, кстати, ну да, я вот все больше и больше стараюсь работать над этим, чтобы, потому что мне, например, было раньше сложно выступать перед огромной топой, которая тоже там выпивает и так далее. Нужно же входить в некое настроение, в котором они находятся. И гиперсложно быть полностью трезвым, прям абсолютно, и при этом правильно руководить всем этим праздникам жизни. Вот. Но в последнее время я как бы учусь, и у меня все лучше и лучше получается, и я теперь понимаю, что просто есть какие-то особенные мероприятия, действительно хочется погулять, но это не обязательно делать каждый раз. Ну да, сейчас такое работает. Отдых, какой у тебя вообще, кроме отдыха? И что для тебя отдых? Мой тай. Да, отдыха у меня особо нет. Я, помимо еще диджествую, там у меня есть несколько разных проектов в Майами рабочих. Они секретные? Нет, они не секретные. Я помогаю хорошей подруге с фэшн-магазином. У нас находится прямо в центре дизайн-дистриста Майами. У нас там соседи типа Гуччи, всякие Луи Виттоне, а мы представляем всяких интересных российских, украинских дизайнеров, типа Мартем Кривда, Наташа Зинькова и так далее. Вот, потом еще небольшой ресторанный проект у нас там намечается и так далее. Ну, я вообще немножко так взрослею и понимаю, что, наверное, там в 40-50 лет быть диджеем тоже, ну, некоторые могут себе позволить там большие суперзвезды, но я понимаю, что это ограниченный все-таки срок у этой карьеры, скажем так, и поэтому мне хочется как-то диверсифицировать свое портфолио, скажем так, вот, и иметь некоторые другие шансы для заработка. Опять же, это мне помогает не брать все гастроли подряд ради денег, выбирать, да играть в приятных, прикольных местах для приятных людей, именно которые собираются там на мою музыку, потому что раньше, когда я только начинал, у меня там были какие-нибудь гастроли, где-нибудь в Южкар-Алу, где я приезжал, и там везде столы, все сидят курят кальяны, и вьет оливье, смотрят на тебя, там, пьют, и совершенно не понимают, зачем ты приехал, что ты играешь. Да, и просят поставить там какой-нибудь, я не знаю, там, блатняк или что-нибудь такое, а мне приходилось все это брать просто там, ну, чтобы кормить семью. Что-нибудь из бумера там, да, тебе? Вот, а теперь это все исчезло, и я теперь просто так счастлив, я теперь играю классную музыку в классных местах для классных людей, и моя жизнь изменилась вообще. Вообще жизнь удалась просто. Да, это очень круто. Скажи, вот по энергетике, для тебя, когда ты стоишь и играешь, стадион или, может быть, клуб, вот как это вот? Все интересно, опять же, вот стадионы тоже очень круто, это как бы задача, это такой некоторый вызов, да, из самого себя, но я, конечно же, больше всего подпочитаю какие-нибудь маленькие, уютные темные комнаты, человек на 500, с очень хорошим звуком, с минимум какого-то там света и каких-то там, не знаю, ярких вывесок, а чтобы именно там деревянный танцпол, много правильных людей, и даже, может быть, чтобы люди не смотрели на тебя, прям конкретно, мне больше всего нравится, когда просто люди танцуют, вот просто ты видишь танцпол, они танцуют, они общаются, им хорошо, и значит, я, в принципе, правильно выполню свою работу. Ты чувствуешь уже атмосферу, да? Да, вот такие места мне прям импонируют больше всего. Единение с музыкой, друзья, в этих местах происходит, какое-то единение даже с музыкальным пространством. Сделаем маленькую паузу, оставайтесь в компании Страна ФМ, мы вернемся. Дамы и господа, диджей Рустам по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ, это программа «Лучшая в стране», и мы продолжаем говорить о музыке. Да, ну расскажи вот еще о планах, у тебя же очень много проектов музыкальных. Вот в этом году самый мой главный проект, я представляю Россию в рамках Берн Резвенеси, я амбассадор от России, еще, по-моему, то ли 7, то ли 8 стран-участников, с каждой есть свой представитель, там Италия, Румыния, Бразилия, Норвегия, вот, все это дело, я выиграл, ну, некий, так сказать, конкурс, чтобы представлять Россию, хотя там просто была анкета, которую надо заполнить о себе, я там подробно рассказал о всех своих достижениях. То есть было какое-то жюри, наверное? Да, да, было некое жюри, меня отобрали от России, и теперь мы соревнуемся с 8-ми другими ребятами, хотя диджейский конкурс это немножко странная вещь, как можно судить, да, диджеев? Субъективная тема. Очень субъективная. Но в рамках этого всего проекта мы познакомили все на Аибице в мае, на АМС, это такая большая конференция, которая происходит каждый год, вот, и вот куча разных ивентов, мое как раз выступление на Perzen Perfect и на Alpha Future, это происходит в рамках Burn Residence. Также еще есть воркшопы с всякими известными суперзвездами, где они там делятся своими навыками, студийными в том числе, да, передают некий опыт и так далее. Плюс, соответственно, в конце все это закончится круизом по Средиземному морю в сентябре. Ну, классная работа очень. Там с четырьмя-пятью остановками, вот, где мы все будем выступать и будет выявлен некий победитель. А победители получают, что мне очень интересно, контракт с очень серьезным менеджмент-агентством международным и сто тысяч, там, то ли долларов, то ли евро, я не помню, на маркетинг себя в течение следующего года, что мне как раз очень сильно интересует, потому что я как раз считаю, что мне пора вот выходить уже... Победитель один. Победитель один, да, мы тебе желаем, конечно, победы. Спасибо, я представляю Россию, вот хоть, ну, практически как в футболе, да, вот, можно взять. Да, у тебя полуодки победы. Так что вот. Да, сделаешь сэмплы. Ты хоть должен в финал пройти, а не вылезти сейчас. Абсолютно. Мы тебе этого от души желаем. Расскажи, в какой момент ты стал сам музыку писать? Музыку я стал писать недавно, на самом деле. Может быть, лет пять назад мне на день рождения подарили такую небольшую установку, называется Native Instruments Machine, и она получается компьютер, и там можно делать такие первые пробные записи. Мне очень понравилось, все очень пошло, и все доросло до того, что теперь у меня в Майами целая своя полноценная студия дома, о чем я очень сильно давно мечтал, вот такая мечта детства, иметь дома свою студию. И в ней я сижу, сочиняю музыку, пластинки. У меня вот недавно вышла большая пластинка с моим другом Максимом Свой, тоже такой известный русский электронный артист в нашей сфере. Мы записали совместную пластинку через океанки, дали друг другу файлы, обменивались и сделали такую коллаборацию. Также у меня есть коллаборации с известным аргентинским музыкантом Гути. У нас уже вышла одна пластинка, в следующем году выйдет еще одна. Мы такие, у нас есть проект по названию Грусти. Это Гути и Рустам. Вот, так что, на самом деле, мне это больше и больше нравится. Если честно, я какой-то, наверное, приду к тому, что мне захочется больше выступать лайвом именно с электронным, потому что за 16 лет немножко уже стало скучно сводить одни пластинки. Слушай, а что ты сейчас сам слушаешь? Ну вот не только своих, так скажем, коллег прямых. Сам я сейчас слушаю тоже рэп, на самом деле. Но что ж там врать-то? Ну, есть хороший. Есть хороший. Плюс у меня, наконец-то, с дочкой появилась песня, которая нас объединяет впервые за 12 лет. Да, и впервые за 12 лет. Раньше она слушала Бибера, я был в Техно, мы вообще очень были разными. А сейчас мы сошлись на песне Дрейка God's Plan. Мы ее знаем, подпеваем вместе все слова. И это очень круто. Я надеюсь, у нас будет больше и больше совместных песен. С линии сошлись, наконец-то. Ивана Дорна слушает она. Ивана Дорна, она еще пока не слушает. Надо ей, кстати, дать послушать. Она у меня такая американская девочка немножко растет. Не совсем так в российскую, украинскую поп-культуру вникает. Но, кстати, надо ей дать послушать. Должен войти. Мы в перерыве поясним говорили. И вот Рустам их охвалил. Ваня очень серьезный. Во-первых, неплохой диджей. Во-вторых, очень модный музыкант. И очень прям держит ухо по ветру. И прям очень сильный, современный. Мне очень нравится все, что он делает. Друзья, вновь у нас небольшая пауза. Бывает такое, что у тебя нет настроения и какой-то надо себе дать задор? Куража, может быть. Кураж. Вот что ты делаешь? Секрет открой. Я выпиваю чашечку эспрессо. Раз. Потом сейчас я, так как уже годик замесить мой тайм, я немножечко так делаю бой с тенью в номере обычно, чтобы, так сказать, повысить пульс. Кровушку пустить. Да, да, да. Немножко обогатить кислородом себя и выхожу и начинаю играть. Потому что на самом деле все надо быть профессионалом. Это очень важно. В этой индустрии важно быть профессионалом, и их мало. Именно из молодежи. Молодежь этого не понимает. Многие немножко рефлексируют и так далее и позволяют своему настроению взять вверх. А ты все-таки... Надо не забывать, на самом деле, в принципе, диджей — это обслуживший персонал. Если честно быть. Мы ничем не лучше тех же охранников, барменов, даже уборщицы, которые выносят окурки. Мы должны сделать людям праздник. И надо это не забывать. И многие об этом забывают. И начинают думать, что они звезда артистов. Да, ты звезда артист, но ты все равно забывают, а я — нет. Скажи, ты когда-нибудь ходил на дискотеки? Может быть, ходишь сам, танцуешь? Конечно, хожу. Конечно, хожу. Не так часто, потому что, конечно, это все переедается. Сами понимаете, там, сапожник не может видеть сапоги, наверное, каждый день тоже. Но хожу, и есть ряд артистов, которые меня очень сильно радуют, и которые, если приезжают в город, где я в этом не нахожусь, я делаю над собой усилия, потому что не очень хочется на самом деле ходить на дискотеки, но хожу и получаю удовольствие. Плюс всегда интересно послушать, что играют другие, вдохновиться. Но ты как стоишь, ты танцуешь или ты анализируешь? Я бьюсь в танцы постоянно. Почему бы нет? Конечно же, в этом же смысл. Опять же, люди должны танцевать. Круто. Есть ли какие-то мастер-классы у тебя для молодежи? Ну, может быть, иногда, может быть, индивидуально, может быть, совет. Кстати, пока нет, но надо об этом задумываться. Надо об этом задумываться. Это интересно. Вот говоришь, молодежь там то не знает, это не понимает. А кто в ликбез-то проведет, скажи? Да, я брюзжу, да, немножко. Надо, надо на самом деле. Так что, если молодежь хочет записаться, пишите мне на Фейсбуке, организуем. Ой, это классно. У меня тоже такой опыт. Все это реально и в США, и в России. Да. Еще важный момент, надо вдохновляться не только, например, электронной музыкой, не только музыкой вообще. Вчера, например, прекрасно сходил в Музей современного искусства на Петровке 25. Спасибо человеку, который меня сводил. Вот. И отличное правило время. И смотря на разные там экспонаты, картины, инсталляции и так далее, мне пришло в голову много музыкальных идей при этом. И очень важно, то есть не зацикливаться только на одном. То есть многие артисты в этом жанре не слушают только этот жанр. Я слушаю джаз, я там посмотрю картины, я, не знаю, там читаю книги. Это мне помогает, опять же, возвращаться к этой музыке и делать что-то свежее. Путешествия, медитации. Вот медитация сейчас как раз следующий мне этап, который я хочу освоить, потому что это очень интересно. Это же как зарядка для мозга. С другой стороны, музыка, которую ты делаешь для людей, которые танцуют, определенная музыкальная медитация. Это очень медитативно. Да, она же немножко повторяющаяся, немножко гипнотизирующая в своем смысле слова. И поэтому в этом плане как раз диджей в нашей сфере, он больше как шаман даже. Для вас это шаманы, в принципе, и делали. Так это было. Они били в бубен и ритмично заставляли людей думать о другом. Или не думать вообще, что желательно. Ну почему нет? Думать надо, но думать надо правильные мысли. Отключать мысли во время танца, я имею в виду. Возможно, возможно. Слушай, ну давай еще раз расскажем, где тебя поддерживать. Мы же хотим, представительство России на Берн Эсенсе обязательно надо на Present Perfect фестивале в Петербурге 28-29 июля. Там какой-то невероятный локейшн, там что-то очень красивое, видеофотки с прошлого года, там чуть ли не корабли мы проправляем. Трансляция будет в интернете? Не знаешь? Нет, мне кажется, такие мероприятия не транслируют сильно в интернете, и слава богу. Чтобы приходило лучше, наверное. Там не так красиво, как у вас в студии, и мне кажется, не все так хорошо выглядят, но это более интимное. А вот Альфа Фьючер, не знаю, транслируют или нет, но может быть и транслируют. Ну, какие-то кусочки, наверное. И вот он с 10 по 12 августа в Нижнем Новгороде, там я тоже буду представлять Берн Эсенсе. И когда уже результаты ты узнаешь? В сентябре, я надеюсь. А, в сентябре. Так что надеюсь, что Россия в этом году победит. Мы тебе этого желаем, по крайней мере, от всей души. И расскажи, пожалуйста, у тебя есть студия прекрасная, своя, дома. Когда эта студия сделает твой новый альбом? Когда это? Ты сейчас очень интересный вопрос, как раз потому, что я, так как до этого все время выпускал синглы, а сейчас именно работаю над альбомом, потому что альбомы в этот жанр немножко утраченная такая вещь. Все выпускают там и пишки, и опишки, и так далее. А именно полноценный альбом, причем не столько с хаосу техно, а с какими-то интерлюдиями, с там, стрип-хопом. Как раньше было в 90-х, все мои любимые артисты, которые даже были танцевальными артистами, они все равно выпускали альбом, на котором была разная музыка, в разных электронных, но разных жанрах. И это было круто, это было свежо, там было начало, середина, развитие, конец. И мне кажется, очень интересно этим заниматься. Именно альбом, да, именно альбом, настоящий альбом, потому что никто не думает электронной музыки об альбомах, да, все привыкли просто, что это танцевальные синглы. А мне хочется вернуться к этому. Слушай, спасибо тебе большое, мы желаем удачи, успехов, но ты, мне кажется, вообще сейчас на волне, и так, Лови, кайф. И не забывай, что молодежи требуется диджей-гуру. Я буду стараться. Шаман, слушай, шаман. Спасибо тебе огромное. Друзья, у нас диджей Рустам был в гостях. Танцуйте, лето впереди еще продолжается, в России будет круто, когда такие артисты к нам приезжают. Вдохновение, гармония и все самое хорошее. Спасибо, до славы России. Счастливо. Спасибо, все, пока. Субтитры подогнал «Симон»